6 апреля церковь вспоминает память священномученика Александра Фрегинского. «И не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить». Будущий священномученик Александр Фрегинский родился 19 февраля 1861 года в семье священника. По окончании духовной семинарии получил место псаломчика. В этом же году рукоположен во диакона, а затем во священника. Занимал должность окружного миссионера, а затем окружного духовника в благочине. Был членом гепархиального церковно-археологического общества. За усердную многолетнюю службу церкви был награжден набедренником, скуфьей, камеловкой и золотым наперстным крестом. Адавил в 1911 году, как благочинный, отец Александр представлял интересы духовенства у округа в качестве делегата на общегепархиальных съездах священных служителей, принимал участие в работе съездов духовенства. После большевистского переворота 1917 года настало время тяжких испытаний для страны и церкви. Вспыхнула гражданская война. В марте 1918 года разродленный большевистский отряд захватил станицу, где служил отец Александр, и силой установил советскую власть. По станице прокатилась волна безудержного насилия. Начались расправы с представителями, как звучало в обвинении, царского режима, унитавших трудовой народ. В это же время был схвачен и расстрелян красноармейцами священник Александр Фрегинский. В местной газете о случившейся трагедии кратко сообщалось, священник отец Александр Фрегинский был изрублен в куски. После освобождения станицы от большевиков началось расследование обстоятельств гибели отца Александра. На основании собранных материалов в одном из следственных документов об обстоятельствах смерти отца Александра в краткой форме писали «Фрегинский Александр, священник, избит с бесконечными глумлениями, выведен был за станицу и убит. Тело его было найдено много времени спустя». Растерзанное тело отца Александра было обнаружено за пределами станицы спустя 7 месяцев после убийства. После того, как тело священника было найдено, вероятно, его сын Владимир, занимавший должность судебного следователя, приготовил его к христианскому отпеванию и погребению. Отпевание состоялось 18 сентября 1918 года в Александроневском соборе при стечении большого количества народа и духовенства, о чем было засвидетельствовано записью метрической книги собора. Похоронили отца Александра на городском общем кладбище. 4 мая 2017 года священный Синод принял решение о включении имени священника Александра Флегинского в собор новомучеников и исповедников с совершением памяти 6 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова